Ярослав Всеволодович, в крещении Фёдор, сын Всеволода Большой Гнездо, князь Переяславский, князь Переяславль-Залесский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, князь Новгородский. Ранняя биография. В 1200 году Ярослав был послан своим отцом править в Переяславль-Южный. В 1206 году, после гибели Романа Галецкого и начала борьбы за власть в Галиче, Ярослав по приглашению венгерского короля выехал в Галиче, но прежде него туда успел представитель Черниговских Ольговичей Владимир Игоревич. В ответ Всеволод Чермный, занявший Киев, выгнал в 1206 году Ярослава из Переяславля и посадил там своего сына Михаила. В 1208 году Ярослав участвовал в походе на Рязани и временно стал наместником отца в Рязанском княжестве, за исключением Пронска. В 1209 Всеволод послал Ярослава княжесть в Великий Новгород. Началась борьба между Владимирскими князьями и представителем Смоленской ветви Рюриковичем Мстиславом Удатным. Продолжавшийся с прерывами до 1216 года, в ходе одного из примирений Ярослав женился вторым браком на дочери Мстислава Удатного. Уже будучи смертельно больным, Всеволод передал ему Переяславль-Залесский. В конфликте, возникшем после смерти отца между старшими братьями Константином и Юрием, Ярослав поддержал Юрия и был разбит вместе с ним в Липецкой битве княжения в Новгороде и Киеве. В 1222 году после похода под кись 12-тысячного войска во главе с младшим братом Ярослава Святославом племянник Ярослава Всеволод уехал из Новгорода, во Владимир, а на княжение в Новгород был приглашен Ярослав. К периоду 1222-1223 годов относятся массовые восстания эстов против власти крестоносцев и их подавления. 15 августа 1223 года крестоносцы взяли в Ильянде, где находился русский гарнизон. Генрих Латвийский пишет, что касается русских, бывших в замке, пришедших на помощь вероотступникам, то их после взятия замка всех повесили перед замком на страх другим русским. Между тем старейшины и сакалы посланы были в Руссию с деньгами и многими дарами попытаться. Не удастся ли призвать королей русских на помощь против тефтонов и всех латиниан? И послал король Суздальский своего брата, а с ним много войска в помощь новгородцам, и шли с ним новгородцы и король Псковский со своими горожанами, а было всего в войске около 20 тысяч человек. Выступивший из Новгорода не ранее июля новгородско-владимирское войско во главе с Ярославом не успело на помощь гарнизону в Ильянде, но провело поход под Ревель, после чего новгородским князем вновь стал Всеволод Юрьевич. В 1225 году Ярослав сменил Михаила Черниговского в Новгороде. В том же году 7 тысяч литовцев опустошили села около Торжка, не дойдя до города только трех верст. Перебили многих купцов и захватили всю Торопецкую волость. Ярослав нагнал их близ у свято, разбил, уничтожил двух тысяч человек и отнял добычу. В 1227 году Ярослав ходил вместе с новгородцами на яме и в следующем году отразил ответное нападение. После утверждения на Черниговском княжении Михаил Всеволодович вступил в борьбу с Ярославом за Новгород. Ярослав заподозрил Юрия, женатого на сестре Михаила, в союзе с ним и вступил в переговоры с племянниками Константиновичами. Но конфликт не разгорелся. Ярослав и племянники признали Юрия отцом и господином. В 1231 году Ярослав и его брат Юрий Владимирский вторглись в Черниговское княжество, сожгли Саринск и осадили Масальск. После чего новгородский престол на протяжении столетия занимали только потомки Всеволода Большое Гнездо. В 1228 году Ярослав привел полки из Владимира Суздальского княжества, собираясь идти на Ригу, но план расстроился, поскольку псковичи заключили мир с орденом и опасались того, что Ярослав на самом деле планирует идти на Псков, а новгородцы отказывались идти без псковичей. В 1232 году Папа Римский Григорий IX призвал рыцаря ордена меченосцев на борьбу с новгородцами, препятствующими катализации финских племен. В 1234 году Ярослав вторгся во владение ордена под Дербтом и одержал над крестоносцами победу в сражении на Мовже. В результате был подписан мирный договор между новгородом и орденом, по которому восточная и южная часть Дербткого епископства отошла к Пскову. В 1236 году Ярослав с помощью новгородцев утвердился в Киеве, чем пресек борьбу между Чернигово-Северскими и Смоленскими князьями за него и сконцентрировав вместе со старшим братом Юрием Всеволодовичем. Владимирским два ключевых княжеских стало в то время, когда монголы вторглись в Волжскую Булгарию. В Новгороде Ярослав оставил сына Александра как своего представителя княжения во Владимире. В 1238 году после разгрома северо-восточной Руси монголо-татарами и гибели великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, Ярослав вернулся во Владимиросуздальскую землю и как следующий по старшинству брат занял Владимирский великокняжеский стол. В 1239 году ходил под Смоленск, чтобы изгнать литовские полки. На престол вернулся представитель местной династии Всеволод Мстиславич. После взятия Чернигово монголами осенью 1239 года Лаврентьевская летопись фиксирует захват Ярославом семьи Михаила Черниговского в Каменце на Киево-Волынском погранище. Горские, а связывает это с походом Ярослава на юг, в результате которого Киев был занят представителем Смоленской династии Ростиславом Мстиславичем. Согласно другой точке зрения, захват семьи Михаила произвел Ярослав Ингваревич, подручник Даниила Голицкого. В 1242 году Ярослав посылал войско во главе со своим сыном Андреем на помощь Новгородцам против ливонских рыцарей. В 1243 году Ярослав первым из русских князей был вызван в Золотую Ордук-Баты. Он был утвержден на Владимирском и, судя по всему, киевском княжениях и был признан старее всем князем в русском языце. Ярослав не поехал в Киев, а избрал своей резиденцией Владимир, тем самым завершив длительный процесс перемещения номинальной столицы Руси из Киева во Владимир, начатый еще Андреем Боголюбским. В Орде остался сын Ярослава Константин. В 1245 году он был отпущен и передал, что хан требует к себе самого Ярослава. Ярослав с братьями и племянниками приехал к Баты. Часть дел была решена в Орде. Святослав и Иван Всеволодович с племянниками отправились домой. А Ярослава Всеволодовича Баты направил в столицу Монгольской империи – Каркарум. Ярослав двинулся в далекий путь и в августе 1246 года приехал в Монголию, где был свидетелем воцарения великого хана Агуюка. Смерть Ярослав подтвердил ярлыки в 1246 году у хана Агуюка. Ярослава позвали к матери великого хана – Туракине, которая, как бы желая оказать честь русскому князю, дала ему есть и пить из собственных рук. Возвратившись от ханши, Ярослав заболел и через 7 дней 30 сентября умер, причем тело его удивительным образом посинело. Почему все и думали, что ханша отравила его? В смерти Ярослава считается замешан боярин Федор Ярунович. Практически одновременно в Волжской Орде был убит второй из трех самых влиятельных русских князей – 67-летний Михаил Всеволодович Черниговский, по легенде отказавшийся пройти обряд юзического поклонения. Брак и дети – первая жена, с 1205 года дочь половецкого хана Юрия Кончаковича, вторая жена, с 1214 года Ростислава Феодосия, в постриге Евфросиния, дочь Мстислава Мстиславича удатного князя Тарапецкого. Когда Ярослав потерпел неудачу в борьбе с князьями, в том числе со своим тестем, тот увез дочь к себе и не отдавал, несмотря на мольбы мужа. Вскоре она все-таки вернулась, именно она, по-видимому, была матерью всех его сыновей. Часть исследователей считает, что со второй женой Ярослав развелся к 1216 году, а к 1218 году женился в третий раз на Феодосии и Фросиньи, дочери Игоря Глибовича, от которой и рождены все дети, дети. Федор Князь Новгородский умер перед свадьбой в 13-летнем возрасте. Александр Невский, князь Переиславль Залезский, князь Новгородский, великий князь Владимирский, имя неизвестно, князь Тверской, Андрей, князь Суздальский, великий князь Владимирский, Михаил Хоробрит, князь Московский, великий князь Владимирский, Даниил, Ярослав, князь Тверской, великий князь Владимирский, Константин, князь Галич Мельский, Афанасий, Мария, Василий Квашня, князь Костромской, великий князь Владимирский, Ульяна, Пятеро сыновей Ярослава были великими Владимирскими князьями в период с 1248 по 1277 год. Федор, Александр и Ярослав также были князьями новгородскими.